Друзья, добрый день! С вами Небога Сергей Валерьевич, питомник Кавказская овчарка Древа Жизни, Украина Черкассы. И сегодня я хочу поговорить не о собаках, сегодня я хочу поделиться небольшим простым из подручных буквально средств способом быстро и вкусно замариновать баранину. Либо баранину сделать на косточке, либо шашлык. У нас стоит жара, буквально 40, вот все ребятишки, видите, лежат по сусекам, по холодкам. Значит, в нашем случае все очень просто, нам понадобится баранина, молодой барашек, желательно 3-полгода, до года. В моем случае это трехмесячный барашек, значит, соль, специи, лук, я расскажу о пропорциях. Значит, смотрите, вот я разделал барашка буквально 10 минут назад. Значит, здесь у нас есть вот ножки, ребрышки, задние ножки, задняя часть. Ну вот, разделанный буквально там 10 минут назад барашек. Значит, примерно здесь килограммов где-то 5 баранины. Значит, на килограммов 5 баранины я взял полтора килограмма лука. Вот я его мелко порезал, очень мелко, нам его надо будет помять, так, чтобы он дал сок. Также нам потребуется соль, лавровый лист, черный перец. Немножко я взял вот узбекской приправы, у меня есть остатки, ту, которую я в плов использую, мне люди делают, приправу готовят. И также я сделал небольшой, значит, буквально 300-400 грамм. Что это? Это домашний томатный сок с красным жгучим перцем. Это по желанию. Но томатный, именно томатный настоящий сок, не томаты, не томатная паста, а именно домашний томатный сок. Значит, всю эту баранину мы очень щедро посыпаем солью. Очень щедро, не стесняемся. Вот, вот мы ее всю очень щедро посыпаем солью. Перемешать надо, чтобы оно хорошо просолилось. Можно из соли, в общем-то, не жалеть. Надо делать все быстро, потому что у нас большая жара и очень много мухи. Дальше, хорошо перемешав, это все. Баранина пустит свой сок. Молодой барашек, он все равно пустит свой сок, любое мясо пустит. После этого все... В данном случае я взял ведро, потому что никуда больше большой тары не было. Засыпаем это все луком. Вот, все наши полтора килограмма и мнем. Мнем лук так, чтобы лук дал сок. Все это надо хорошо перемешать, помять. Лук даст сок. Вы можете лук резать в данном случае, чем мельче, тем лучше. Вот так вот у нас вся баранина оказалась покрыта такой смесью с луком и солью. Далее, секундочку, я... Одна рука грязная. Далее, я беру черный перец горошком. Несколько штук кидаем. Далее, лавровый лист. Тут каждый на свое усмотрение. Кидаем. Остатки моей карганской приправы для плова. Кидаем. Наман, спасибо за приправу, еще приеду. И все это, все это, на вот такое количество, где-то 3-5 килограммов мяса, полтора килограмма лука. Вообще, лука можно делать один к одному. Чем бы в данном случае лук не помешает. И мясо маринуется именно в соку, в самом луковом соку. Значит, вот этот маринад вы можете заменить либо сывороткой, либо кефиром, либо красное крепленое полусладкое вино, пожалуйста, на любителя. В данном случае мы не употребляем, поэтому используем домашний тамантный сок с красным жгучим перцем. Много не надо, этого достаточно. Больше здесь ничего нет. Все это заливаем. Добавляем всю эту смесь и еще раз все это обильно перемешиваем, так, чтобы мясо хорошо пропиталось. Никаких уксусов, никаких там вот подобных вещей типа уксус, еще какие-то там алкоголь очень крепкие добавляют. Я этого не делаю. Мясо маринуется, значит, в таком виде я его накрою марлей и в таком виде я его оставлю на сутки в холодном месте. Оно пустит сок. Можете даже накрыть крышкой и под пресс, чтобы оно быстрее сок свой пустило. И вот в таком виде мясо будет мариноваться в моем случае сутки. Хотя этот маринад из молодого барашка вы можете уже, в принципе, через два часа жарить. Я хотел показать, завтра приедут гости, я хотел целого барашка зажарить, но встал вопрос, под него надо костровище метр на метр, поэтому я все-таки его порезал и мы его приготовим как обычный шашлык. Просто это будет именно маринованная баранина. Значит, наша, обыкновенный наш баран, романовская порода, самый распространенный, так сказать, и популярный. Ну вот. Я накрою сейчас это все крышечкой, поставлю под пресс и маринад. В принципе, мясо через два часа можно будет уже, на соль нормально, через два часа можно будет уже жарить. Но я буду держать сутки. Сутки мясо прекрасно пропитается. Да, забыл сказать. Такие куски, как, допустим, лапка, вот лапка, я его, все эти кусочки я протыкаю ножом, чтобы мясо лучше пропиталось. То есть, попротыкать ножом, чтобы были отверстия, так сказать, и через которые будет проходить хорошо маринад. Вот, значит, еще раз показываю. Вот маринованное мясо. Оно пролежит сутки. И завтра я вам покажу, как это выглядит на мангале. Всем благодарю за внимание. Пользуйтесь. Приятного аппетита. Всем успехов.